Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Живой журнал губернатора». Весна вступает в свои права. Я хотел бы от всей души поздравить всех представителей казахской национальности, представителей других тюркских народов с весенним праздником Наурыз. В нашей области проживает около 120 национальностей. И мы жили, живем и будем жить всегда в мире и согласии. Всех поздравляю с праздником! Мы решаем первую задачу. Это создание единой системы взаимоотношений в районе. Это районный совет, глава муниципального образования и губернатор. На сегодня не секрет, что есть перекосы в взаимоотношениях избранного главы района с районным советом, либо наоборот. Вот таким образом мы прежде всего снимаем напряженность именно в этой сфере. Второе – это повышение ответственности районного совета и губернатора за избрание главы района. Райсовет и губернатор, участвуя в комиссии по 50 на 50, прежде всего будут понимать, что если избрали этого главу на комиссии с представлением райсовета и губернатора, конечно же, будет включаться большая ответственность этих лиц, кого мы избрали, почему мы именно его избрали. И третье, о чем можно сегодня говорить, это будет говориться о профессионализме того человека, которого мы избираем. Мы будем понимать, что мы должны избрать того человека, который не просто готов избраться ради того, чтобы избраться, а готов избраться ради того, чтобы работать, включаться мгновенно в работу района, в деятельность всех организаций на территории муниципального образования. Вот здесь оценка профессионализма, она будет, наверное, превалировать над всеми другими позициями, которые сегодня есть при другой системе, избирательной системе. Важен будет профессионал, важны будут его качества руководителя, а не партийная принадлежность. Таким образом, мы сегодня будем понимать, что мы не бьемся за того, о какой партии должен принадлежать наш кандидат. Он должен быть профессионалом. Я обратился в прокуратуру Омской области с предложением. Первое – это провести финансовый и экономический аудит в рамках прокурорской проверки, привлечь туда независимых специалистов. После того, как будет готово заключение экспертов или специалистов в рамках прокурорской проверки, мы дальше будем делать шаги, которые первое, что должны решить, это погашение задолженности и второе – это сделать так, чтобы предприятие осталось в муниципальных органах власти. Предприятие отдавать нельзя, это муниципальная собственность, и она должна работать на город. Я вижу, что только в том числе и с общественными институтами мы можем решить проблему по коррупции. Чем больше будет открыта власть, чем больше будут открыты представители органов исполнительной власти, где будет четкое понимание участия общественности в работе этих органов власти, тем меньше будет поводов для злоупотреблений. И мы это обсуждали с общественной палатой Омской области, и сегодня по инициативе общественников возник антикоррупционный комитет Омской области, который также будет встроен в работу правительства и органов исполнительной власти. И я думаю, если есть такая инициатива у людей, ее нужно поддерживать. Самое значимое событие на прошлой неделе, это была вахта памяти героев Отечества, которую возглавлял герой России, командующий воздушно-десантными войсками, Шаманов Владимир Анатольевич. Они встречались с молодежью города, с молодежью районов Омской области, где рассказывали об истории России, о ее героях, о роли России в победе в Великой Отечественной войне. И вы знаете, и по отзывам самих героев. И мы сделали уже краткий срез с молодежью, где герои вели уроки памяти, уроки мужества. Ну, знаете, колоссальное количество положительных отзывов об этом мероприятии и у молодежи, и у самих тех людей, которые приехали к нам на территорию региона. Я думаю, что мы сегодня, наверное, не закладываем, а продолжаем тот путь, именно рассказывая об истории России, именно закладываем, наверное, те ростки патриотического воспитания в молодежи. Поэтому мы сегодня эту работу уже ведем. Создан Центр патриотического воспитания. Сегодня разработан план работы с молодежью. Омск, один из немногих городов, получил право проведения парада в честь 70-летия Победы, где будет принимать участие и Омский гарнизон, и кадеты, и в том числе парад военной техники. И по этому поводу поступило много предложений от ОМИЧИ, Одно из которых, я хотел бы отметить, это участие школьников, победителей в конкурсе строевой подготовки, участие их в параде. Конечно же, в принципе, это было бы, наверное, хороший формат, но при этом нужно понимать, что это дети, и прежде всего, это безопасность. Но тем не менее, я хотел бы сказать, что ребят, победивших в конкурсе строевой подготовки, мы, конечно же, будем задействовать на мероприятия в честь 70-летия, и обязательно посмотрим, как это сделать, и сообщим ОМИЧИМ, которые отдали это предложение. Прежде всего, мы должны понимать, что такое литература в жизни россиян. Мы все воспитывались на классике, мы все воспитывались на книгах. Сегодня, несмотря на то, что у всех есть гаджеты, есть электронные книги, вы знаете, у меня все равно возникает желание просто достать книгу, полистать. Вот как бы у меня не было плохо со временем, очень мало времени на чтение книг, но тем не менее, я всегда стараюсь в свободную минутку достать книгу, просто полистать, посмотреть, почитать. И само шуршание страниц, оно, наверное, не просто успокаивает, оно настраивает на какой-то новый лад, на то, что хочется еще что-то узнать, еще что-то увидеть. И я бы хотел, чтобы год литературы был не просто формальной датой, а чтобы мы все ОМИЧИ включились в эту работу, и хотел бы, чтобы этот год литературы был для нас, для всех, именно знаковым таким мероприятием, которое бы дало новое, позитивное развитие в обществе. Я согласился на то, что я буду участвовать в формате тотального диктанта и буду диктовать тексты всем, кто готов прийти и написать этот диктант. И хотел бы пригласить из правительства, членов правительства, в том числе, Главное управление по печати. На сегодня это все. Спасибо большое за отклики, поступившие на нашу программу. До свидания. Встретимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok